У нас ни одна избирательная кампания, наверное, за последние уже, можно сказать, 5 лет не остается без каких-то новшеств технических. Конечно же, и в эту избирательную кампанию достаточно широко и разнообразно будут применяться различные технические новшества. Первое – это видеонаблюдение. Мы помним, в 2012 год выбора президента было видеонаблюдение. Оно возвращается вновь к нам на избирательные участки, но не только на избирательных участках, также и в территориальных избирательных комиссиях. С момента, когда они начнут принимать протоколы участковых избирательных комиссий, то также будет организовано видеонаблюдение. Трансляция будет осуществляться напрямую в интернет, и каждый избиратель, у которого есть компьютер, на специальном сайте, на специальном портале, сможет понаблюдать за тем, как идет голосование на его избирательном участке, либо как в его районе территориальная избирательная комиссия будет принимать протоколы. Это первое видеонаблюдение. Второе. Конечно же, мы не остались без внимания центральной избирательной комиссии. И я напомню, что в сентябре прошлого года мы были как тестовая экспериментальная площадка для КАИБов-2017. Именно у нас прошла обкатка их. Вот теперь этих КАИБов более 4 с лишним тысяч по всей России будет применяться, в том числе и в Тверской области. На 86 участках в городе Твери будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Сразу хочу сказать, чтобы не было каких-то вопросов, каким образом отбирались избирательные участки, на которых будут устанавливаться КАИБы. По количеству избирателей. Избирательные участки с количеством избирателей более 2 тысяч, либо вот совсем рядышком, 1950-1970. И как раз вот таких участков у нас в городе 86, и на них будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. В первую очередь для того, чтобы быстрее, так как большое количество бюллетеней, быстрее получить результаты голосования, для того, чтобы ни у кого не было сомнения, что делается все в соответствии с законом, открыто, гласно и доступно для всех.